Добрый день, друзья! Вы снова на канале Высоцкой Татьяны. Сегодня мы будем готовить карп. Недавно мы были на рыбалке, поймали рыбу вот таких замечательных карпов и сегодня мы ее покоптим. Мы сняли чешую с карпов, вытащили жабры и будем разрезать по спине, а не по брюху. Почему по спине? Потому что спина у карпа широкая. Рыба достаточно крупная, чтобы она хорошо прокоптилась. Из-за этого разрезаем по спине. Вытаскиваем внутренности. У нас образуется такой кармашек. Все промокаем салфетками. Лишнюю влагу убираем. Стараемся лишний раз рыбу не мочить, чтобы не было влаги. Потом мы еще ее раз просушим салфетками и будем фаршировать специями. Довольно таки легко убирается все. Промокаем рыбу в лишней влаге. Все мы подготовили рыбку. Сейчас мы ее будем солить, перчить, закладывать прованские травы. Хорошо смазываем солью. Натираем, чтобы немножко соль впиталась. посолили. Теперь перчим. Вовнутрь насыпаем прованские травы. Сверху мы не сыпем, так как будет гореть. И закладываем. Это у нас листья душистой смородины. Попробуйте, это будет бесподобный аромат. И укроп. И еще будет один маленький секретик, как мы коптим рыбу в конце ролика. Так, одна готова. Следующая также все промокаем хорошо. Я еще раз говорю, мы рыбу не моем, чтобы не было лишней влаги. Влага нам ни к чему. Хорошо полотенцами просушиваем. Также солим. Прям втираем соль в нее. И прованские травы. Добавляем. Листья душистой смородины и укроп. Мы зафаршировали рыбки. Вот так красиво у нас получилось. Оставляем на 20 минут, чтобы соль, специи поженились, пропиталась ароматом все. И будем ставить в коптильню. Рыба мариноваться должна 20 минут. За это время мы разожгем костер, чтобы потом переместить рыбу в коптильню и поставить на копчение. Закладываем рыбку на листья хрена. И закрываем листьями хрена. Потом мы их уберем, дадим рыбе подрумяниться. Но для начала мы закроем, потому что от хрена необыкновенный у рыбы аромат. Потому что хрен дает рыбе аромат, а во-вторых, что канцерогены, которые скапливаются при копчении, они не попадают на рыбу, а оседают на листьях. В конце мы листья уберем и дадим рыбе подзолотиться. Теперь можно обратно. Мы убрали листья и оставляем рыбу еще минут на 5-7, чтобы красивый был цвет. Вот такая получилась наша рыбка. Сейчас будем выкладывать на блюдо и пробовать. Вот и приготовилась наша рыбка. На приготовление ушло 40 минут. Приятного аппетита. А теперь тот самый секрет, о котором я вам говорила в начале видео. Вот маленький секрет. Перед тем, как укладывать рыбу в коптильню, ее надо обмазать растительным маслом. Во-первых, чтобы она не прилипала. А во-вторых, масло даст цвет. И оно служит консервантом. Оно запечатывает рыбу, и рыба остается сочной. Все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова